МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОНЕЦ ФИЛЬМА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Горько, за вас! Я бы с удовольствием крикнул Горько. Иди сюда, иди сюда. Горько! Горько! И меня это никогда не интересовало, ее национальные корни. Она олицетворяла Украину как раз. Красивая, трудолюбивая, внимательная, мудрая женщина. Всегда она такой была, и поэтому очень нам жаль. Они уезжают, но очень жаль. Пусть они счастливы будут от души. Но Украина теряет, когда уезжают такие труженики. И ее серьезный, деловой, общительный, хороший рядом с ней муж. И Оля красавица. И поэтому мы любим вас, чтобы вы знали, вы уезжаете. Мы не завидуем, чтобы вы уезжаете. Мы не знаем еще, как сложится наша жизнь. Может быть и нам придется уехать, которые сегодня никаких оснований нет. Поэтому, чтобы уезжать. Потому что жизнь нас подметает. Мы не виноваты. Но мы сегодня пришли даже не прощаться. Это не то слово. Не хочется говорить прощаться. Оно какое-то печальное слово. Мы хотим, чтобы вам там было хорошо. Чтобы у вас когда-то было настроение и возможности приехать сюда. Чтобы вы посмотрели, как здесь. У вас здесь какая-то родня. А действительно, они потом за вами, может быть, и будут ехать. И скорее всего, и вы помиритесь, если с кем-то не так было. Раиса Новна, эти слезы у вас, у вас все корни здесь. Это должны были быть немножко такие слезы. Потому что мы любим вас. И я в последнее время убедилась в том, насколько у вас широкая душа, натура такая. Человек нежадный, умелый. Понимаете, это очень важно в жизни. Вам повезло, Женя, что у вас такая рядом Раиса. И я думаю, что и дальше она вас не подведет. Мы оттуда уехали. Вам хорошо с ней будет. Вы увидите. Она везде будет в любых условиях. Она все равно будет оставаться уважаемой, трудолюбивой, хорошей матерью, преданной женой. Коля, у мамы есть многое о том, что Аминника ставит во главу угла. Аминника, как с людьми общаться. Она психолог. Она работала всю жизнь по Корнеге. Ты слышала о Корнеге, наверное, правда? Как надо с людьми обращаться. Так вот это у нее цивилизованное такое. Понимаете? То, что цивилизация. Вот у нее это есть. Поэтому дай Бог вам счастья. Дай Бог вам здоровья. И говорят, что даже есть какие-то стихи для вас еще. Близится минута расставания. На душе тревожно и темно. Но во мне горит, горит признание. Мне с друзьями очень повезло. Пожелать хочу от всего сердца радости, счастья и любви. Пусть печали не найдется места. Радуга пусть светит на пути. Может, суждена нам еще встреча В ясный, теплый, нежный летний вечер. Вспомните Русановку и нас. Будьте здоровы. Ну, я вам скажу, что вообще это, конечно, большое горе, что такие люди, как Раев, уезжают. Завтра пожрать в этом городе уже некий будет. Ну, посмотрите, стол, поляну накрыли. Это же не засел выйдет. Слушай, завтра давай еще раз делаем. Давай. Все договорились. Я думаю, что все находящиеся сегодня здесь в этом зале с определенной долей вот такого ощущения нежелания расставаться с этими людьми надолго, подчеркиваю, надолго, пришли сюда. Но, поев за этим столом имени Раи Наумовны, так вообще не хочется расставаться. Я убежден, что все имеют, что сказать. Все хотят пожелать добрые, сказать добрые слова на путствие. За это сегодня платить не будут. Они имеют право ограниченное количество долларов вывести. Поэтому давайте бесплатно. Если здесь нет адвокатов, значит, все могут выступать бесплатно. Одни адвокаты выступают за деньги. Единственное, что я хочу сказать. Давайте мы превратим наш сегодняшний вечер в не вечер прощания, а вечер договоренности о встрече. Вечер договоренности о приемах. Вечер воспоминаний о том хорошем, о чем мы будем долгие годы вспоминать при встрече. Если нет возражений, то давайте мы сейчас все вместе выпьем за нашей встречей. За нашей встречей. И потом, бесплатно подчеркиваю, но в порядке очереди, все пожелания нашим отъезжающим. За встречу! Я думаю, что очень скоро. Пелен я вас знаю почти больше, чем все. Пелен. Буквально с пеленок мне хватает. Я вас знаю не только долго, но я вас знаю и хорошо. За эти 30 личных лет, что мы вместе с вами, ваша жизнь передо мной прошла как на экране. Я все о вас знаю. Можете в этом не сомневаться. И я очень рад, что судьба меня села когда-то с вами. И очень рад, что у меня есть такие друзья. Родственники. Вы знаете, Рая мне родственница. По, так сказать, наследству от моей жены. А Женя, это мой брат, который я здесь перебыл. Мы очень долго были вместе. Мы всегда приходили, Рая и Женя, к вам. Мы всегда свои беды, свои неудачи, свои горе внесли к вам. Мы знали, что мы у вас найдем сочувствие, найдем понимание, найдем дружеский совет. За это мы вам очень благодарны. Женя, тебе особо благодарность. Ты у нас всегда был лидером. Когда Женя надумал за иметь ребенка, я последовал за имя. Это твоя работа? Добрый день, да. Дети у нас пошли потом. Когда Женя решил завести машину, мы все последовали за ним. Начал строить дачу. Дачу. Мы дачу сначала дачу. Мы тоже пошли за ним. И вот так всю жизнь мы идем за тобой. Женя, когда нужны твои руки, когда нужна твоя голова, когда нужна твое сердце, мы знаем, что мы всегда это найдем в тебе. Поэтому очень-очень жаль, чтобы расставаться. Очень жаль. Но эта жалость компенсируется тем, что ты едешь к детям, что ты едешь к счастью, что ты едешь к родственникам, которые тебя ждут. И мы совершенно уверены, что там ты найдешь трауретку. Что там ты найдешь свое счастье. С твоими руками, с твоей головой тебя всюду ждут. Ты всюду желан. Легкой тебе дороги, хорошей тебе мягкой посадки, счастья тебе в жизни на всю оставшуюся жизнь. И тебе, и твоим детям, и твоим внукам, и всему подсомству, которое пойдет след за тобой. Вот то, что ты перевез семью туда, вот то, что ты свою фамилию перевез туда, и отдаленные потомки тебе будут благодарны. Пусть здоровья. Спасибо. Сейчас свои солиумы мы вот так в доме живем, в доме 154 квартиры, а вот посчитать со сколькими мы дружим очень и очень мало. Вот. И однажды я встретил Раису Наумовну, она мне пожелала мне тогда очень, может быть, я в этом деле, это было мое слабое место, она мне пожелала доброго здоровья. Я понял, что это от души, что она как обычно у нас бывает. неплохо, как говорится, пожелает, а потом отойдет. Здесь вот здесь кроется то, что очень душевный она, душевный человек, и поэтому мы находили с ней общий язык. сейчас что пожелать? Уезжайте, вот такие люди, как вы, уезжаете, вот такие люди, как вы, уезжаете, и вот у нас остается незаполненное пространство, незаполненное, вот остается грусть, когда уезжают вот такие люди. почему? Потому что такие люди считанные, у нас 154 квартиры в доме, а таких доброжелателей, таких вот, с которыми мы дружим, которые вот, которые не сидят на ламочке, когда ты идешь, и когда ты прошел, он говорит, тебе в дорогу что ты сдох. Это ощущая своей спиной. Вот с такими мы остаемся. Вот с такими мы остаемся. Вот и поэтому незаполненное пространство остается, а чтобы его заполнить, это пространство, которое остается, говорят те, что мы не завидуем тем, кто туда уезжает. Я, например, говорю прямо, я завидую. Тоже правильно. И поэтому я хочу пожелать. Вот Женя сказал, что там не будет инфляция здесь будет развиваться. Я хочу пожелать, чтобы вот этот, вот еще кто-то говорил, что стол здесь. Вот я хочу пожелать всем здесь сидящим, что мы организовали стол там, куда вы едете. Там мы организовали этот стол, и там мы с вами встретились. А здесь вот тогда может быть упадет эта самая инфляция или как грипп и потом, Пропаст. Пожел за кордон, за кордон, далеко за кордон, где ни бурь, ни сильный не бывает. Далеко за кордон, спин битый крывок уезжает мой дно, уезжает. Слав за Димой, там будет верен, через дно задел лая, а правда за граничный мастер явит. Он долбит исчезнет неградов, потекут там месяцы векой. Может время наш уходит за речи, он с небес помашет мне рукой. Я в ответ скажу ему повстречи за кордон, за кордон, далеко за кордон. где негур ни зимы не бывает. Далеко за кордон, с перебитым крылом уезжает мой друг, уезжает. на негур ни 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 ... Субтитры создавал DimaTorzok За картон, за картон, далеко за картон, где ни пухни зимы не бывает. Далеко за картон, с перебитым крылом, уезжает мой друг, уезжает. Субтитры создавал DimaTorzok Далеко за картон, далеко за картон, далеко за картон, где ни пухни зимы не бывает. Далеко за картон, с перебитым крылом, уезжает мой друг, уезжает. Далеко за картон, с перебитым крылом, уезжает мой друг, уезжает. Далеко за картон, с перебитым крылом, уезжает. Далеко за картон, с перебитым крылом, уезжает. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 своим человеком. Вы никогда меня как-то, нельзя сказать, унижали, потому что вы меня любили. У меня всегда то, что я как половинка, я всю жизнь была половинкой, но я никогда этого не чувствовала. Я поняла. Для меня это все, конечно. Спасибо вам большое. Умираю то, что вы его езжаете, это мне очень тяжело, очень тяжело. У меня больше вас не будет, не будет ничего в моей же жизни. Я уже пенсионер, чтобы начинать новую жизнь, это уже нельзя. А вас не будет, и я буду одна уже, а вы будете там. Но я для вас хочу пожелать всего самого-самого хорошего. И дохранить вас в полном. Дай Бог вам счастья. Я с вами, потому что вы мне очень вернулись, моя родная и тетя, моя любимая, моя хорошая, моя сестричка и мой дядя Женя, который вы тоже любите. Здесь, конечно, было очень много слов. Хороших, я думаю, что все это от души дополнять, наверное, трудно. Когда уезжала Алинка, было так тяжело, так тяжело, но в аэропорту, Ольга, я смотрела на тебя и думала, что ты меня Алинку забилишь. И так оно, в общем-то, и случилось. Поэтому в тебе я сегодня с тобой расстаюсь и одновременно еще раз прощаюсь с Алинкой. Кошмак. Наташка, не надо было. Знаешь, что, я смотрю на Варю и прощаюсь, представляю себе наши проводы через полгода и умираю. Здесь же у чего есть? Не знаю где, но умираю вместе с вами. Поэтому я понимаю, насколько это тяжело. Понимаю очень хорошо, потому что предстоит самое. Я вам желаю, чтобы сделанный шаг для вас никогда в жизни не был неправильным, чтобы вы никогда в жизни о нем не пожалели. И я уверена, что та радость, которая вам предстоит, это встреча с Генкой, за которой я тоже очень-очень скучаю, Генка. Я говорю, слышишь, я тебя люблю. Пока, я не слушаю, не слушаю. Не надо. Не, ну это просто. Радость от встречи с Генкой и самое главное все-таки, это твоя наконец-то долгожданная встреча с Генкой, что все это настолько...